Здравствуйте, уважаемые телезрители и любители спорта! На ваших экранах очередной выпуск еженедельного обозрения о спорт. Сегодня в программе. Под сводами одесского роллер-дрома «Космос» прошел турнир по хоккею на роликах с шайбой. В спорткомплексе Одесской национальной юридической академии завершился фестиваль «Саммер Фудзалфест». Футбольный клуб «Ришелье» становится чемпионом Украины среди ветеранов в категории 35 лет и старше. Одесский «Риалфарма» открывает новый сезон крупной победы над представителями из Никополя. А теперь об этих событиях более подробно. В минувший уикенд в помещении крытого роллер-дрома «Космос» прошел ставший уже традиционным шестой по счету одесский открытый турнир по хоккею на роликах с шайбой. Этот достаточно молодой вид спорта, имеющий прямое сходство с хоккеем классическим, по праву завоевал сердца любителей активного образа жизни. У общего с хоккеем ледовым очень много. По сути, экипировка, клюшки, ворота и снаряд, которым мы играем. Единственное отличие, что здесь нет силовых приемов, силовой борьбы. Мы играем без нагрудников. В принципе, мы стараемся использовать как можно меньше экипировки, потому что лето, жарко, душно и вот хочется свободы где-то. Но, с другой стороны, травм не хочется получать, потому что шайба очень больно наносит повреждения, может даже травму серьезно нанести. В этом году в одесском турнире приняло участие 9 команд, представлявших Киев, Львов, Днепропетровск, Кривой Рог, Луц, Харьков, Мукачево и, естественно, Южную Пальмиру. Специфика же и ряд важных ограничений в самих правилах игры позволяет оттачивать мастерство на площадке не только начинающим спортсменам, но и делиться опытом с молодежью более старшему поколению. Капитан команды, организатор, короче, патриарх всеукраинского и западного украинского хоккея. Я так понимаю, что вы самый опытный здесь игрок на сегодняшнем турнире? Думаю так. Что вас привлекает в этом виде спорта? Любой спорт привлекает это движение, адреналин и тогда получаешь радость жизни. Движение это жизнь, одним словом. Кстати, не отстают от мужчин в хоккее на роликах с шайбой и представительницы прекрасного пола, которые на одесском турнире были представлены сразу в трех командах. С 2009 года в Одессе вообще появился роллер хоккей. И с этого же года и мы там появились. Собственно, мы его начинали. У истоков стояли. Да, так и остались. Как попали, катались на роликах, перепробовали, можно сказать, почти что все. То есть роликов просто вам было мало? Да, просто кататься стало не очень интересно. Тут как раз в таком дворовом формате позвали мальчики. Да, да, зазвали поиграть. Как вам касается с мальчиками? Скажем так, какие-то поблажки они вам делают на площадке? Нет, нет, боже упаси, не делают и не делали никогда. Это стимулировало к росту, к дальнейшему росту. Потому что сложно, конечно, с ребятами играть. У них и физика другая. То есть мы послабее будем. На площадке же всегда очень жарко и все очень серьезно. Правда, без какой-либо агрессии, грубости и силового контакта. На первый план здесь выходит техника, скорость, координация, чувство плеча партнера, сыгранность и командный дух, которые помогают добиться участникам соревнований максимального результата. В уличный хоккей я играю уже пятый сезон. Участие принимаю в третьем турнире. Ну и возглавляю одесскую команду «Хаджиби». Известно, что классический хоккей – достаточно дорогой вид спорта. Насколько дорог уличный хоккей? Ну, в уличном хоккее можно минимум поменьше в форме, чем на ледовом катке. И, ну, допустим, чтобы начать заниматься, просто достаточно ролики, клюшки. А постепенно уже видеть, какая защита как бы нужна, что необходимо, чтобы безопасно как бы ездить. Как и большинство других не столь массовых видов спорта, хоккей на роликах шайбы развивается исключительно за счет энтузиазма и средств самих участников. Впрочем, кто уже прошел этот тернистый путь, сегодня готов помочь тем, кто в этом виде спорта собирается сделать только первые шаги. «Мы всегда рады новичкам, потому что, как обычно, когда начинается ледовое, скажем так, ледовый хоккей, потому что сейчас у нас катки не работают летом, тогда многие игроки уходят играть на лед. И, соответственно, нам тут не хватает людей. Бывает так, что мы не можем провести тренировки, потому что очень мало собирается на тренировки людей. Поэтому всех приветствуем, всем будем рады. Здесь Балковская 130, вторник, четверг с 8 до 10. Приходите и первые вначале даже дадим клюшки попробовать коньки». Что же касается спортивной составляющей одесского турнира по хоккею на роликах с шайбой, то его победителем стали хозяева соревнований – роликово-хоккейный клуб «Одесса». На втором месте финишировали Криворожские ястребы, а замкнул призовый педестал почета Харьковский легион. В спорткомплексе Одесской национально-юридической академии завершился второй по счету ежегодный турнир средиелюбильских команд «Саммер Фудзал Фест», главными организаторами которого выступили Аматорская фудзальная лига Украины и Федерация фудзала города Киева. А в нынешнем году этот фестиваль вышел на международный уровень, собрав под свои гиды 34 коллектива, в числе которых оказались и гости из России – команда «Карабах». Ребята, не задумываясь, сказали, что едем и все. Все то, что говорят, это показывают по телевизору, на российском телевизоре, это совершенно не то. Мы сами приехали, почувствовали гостеприимство со стороны организаторов и, соответственно, участников команд, которые нас поддерживали и помогали нам так же всячески во время игр. Мы рады, что приехали, поучаствовали. И, как вы сказали, что благодаря нам турнир стал международный. И надеемся, что в следующем году уже много иностранных команд будет с ближнего зарубежа, либо со страной СНГ. По сравнению с прошлым годом в формате «Саммер Фудзал Феста» произошли существенные изменения. Фактически участники фестиваля провели два отдельных турнира на площадках с разным покрытием. Искусственной травой, где кипели страсти в мини-футболе, и террефлекси, на котором отношения выясняли команды, специализирующиеся на футзале. Турнир получился очень представительным, скажу больше, по уровню, по накалу, по интриге он получился тоже очень насыщенным. Нам очень приятно и очень здорово, что так происходит. Вы знаете, самый главный, наверное, вывод, который можно сделать из итогов этого турнира. Мы вместе, мы способны перевернуть горы, мы способны на очень многое, и мы способны очень многое созидать. Вот хочется, чтобы, наверное, так у нас было везде в стране, и тогда, я надеюсь, у нас будет все действительно очень хорошо. По итогам трехдневного марафона в соревнованиях по мини-футболу среди команды Вейшей Лиги победу на Summer Football Fest праздновали одесситы из команды ПСВ. Серебряные медали в активе столичного коллектива «Авид-2». Бронзовыми наградами были награждены неудачники полуфинальных баталий – команда «Металист» из Мироновки и «Киевская Манзана-2». Очень-очень интересный турнир, яркий, все с удовольствием принимают участие. Думаю, что все очень на уровне высоком. Для определения победителя Summer Football Fest по мини-футболу в первой лиге участникам финального матча пришлось прибегнуть к серии после матчевых пенальти. В итоге, в споре между двумя столичными клубами «Конструктив» и «Джанго Старс» крепче нервы оказались у представителей «Конструктива» 3-2. В шаге от финала остановились две других киевских команды – «Текс Украина-2» и «Модос». Первую лигу Summer Football Fest по футзалу выиграла одесская команда «Черное море», которая в финальном матче со счетом 2-1 обыграла своих земляков из коллектива МКВ. Четверку лучших команд замкнули два других представителя Южной Пальмиры – «Файтон» и «Юни Ламангрупп». В этом году был очень хороший состав участников. И хотелось поиграть не только с теми командами, которые в городе, потому что мы с ними уже часто доиграем, а именно с теми командами, с которыми мы не играли. И цель эта, она достигнута. Хорошая арпи мы играли, хорошая команда. Хорошая была, очень ровно. И сейчас будет финал, две очень приличные команды. Такой праздник мини-футбола, замечательный, отлично. А вот борьба за медали в высшей легии Summer Football Fest прошла без представителей Одессы. А в главном матче турнира встретились столичный коллектив «Текс Украина» и «Хмельницкий спортлидер-3». В конечном итоге столичная команда забила ворота соперника четыре мяча против одного пропущенного в свои, ибо праву стала победителем футзальной сетки турнира. Житомирскому «Променю» и «Ровенскому комфорту» досталась бронза футзального фестиваля. Мы особо не готовились, но опыт таких турниров есть, поэтому знали, как себя вести, как готовиться, без лишних движений, и эффективно все сделали, только как просил тренер. Те турниры, которые специально организовывают Бабяков Сергей Миколаевич, для нас, скажем так, пріоритетами в процессе деятельности нашего клуба. Тому, однозначно, те, что мы приняли тут участие, для нас велика честь. И велика подяка организаторам за то, что действительно на высоком, профессиональном уровне, это турнир вип-класса. Поверьте, мы поездили в Европе, мы побачили трешечки, что такое змагания футзальні. Это, на самом деле, прекрасно организованный турнир, за что велика подяка организаторам, от имени нашего коллектива, от имени всех хмельничан. Очень хороший турнир, сумасшедшая организация, хорошая, на хорошем уровне. Спорткомплекс сумасшедший, все хорошо, все понравилось. Плюс Одесса, курортный город, все шикарно, обалденно. На торжественной церемонии награждения лауреатов и победителей Summer Food Zelfest 2015 года организаторы турнира традиционно отметили не только команды-участницы, но и отдельных их представителей, которые перенствовали в индивидуальных номинациях, попутно снова пригласив всех в Одессу в следующем, 2016 году. 26 июля завершился чемпионат Украины по футболу среди ветеранов 35 лет и старше. Финальный этап этого турнира прошел на полях учебно-тренировочный баз одесского черноморца в Отраде и по улице Архитекторской, собрав четыре лучших коллектива нашей страны. По итогам предварительных стадий соревнований в финал четырех пробились команды из Умани, Кировограда, Мариуполя и хозяин тура – самый титулованный клуб нашей страны – Одесский Ришелье. Ну опять же, мы будем играть, естественно, на выигрыш, мы должны подтвердить, что мы лучшая команда, по крайней мере, в истории 35 и старше, я думаю, 45 и старше, мы одни из лучших на Украине. Поэтому ребята все приехали, главное – пожелать им здоровья, успехов, вы видите, жара, будет много зависеть от тактики игры. Домашний этап подопечные Петра Чилиби начали с тремя бонусными золотыми очками, которые одесситы добыли по итогам полуфинальных баталий этого турнира. А в двух оставшихся матчах чемпионата для общей победы в турнире Ришелье достаточно было набрать 4 очка. Однако флагман ветеранского футбола Украины отыграл в этих поединках на максимуме своих возможностей, добыв над своими соперниками две победы с одинаковым счетом 4-0. В первый игровой день одесситами была обыграна команда из Кировограда, а во второй – гости из Мариуполя. Таким образом, одесский футбольный клуб Ришелье подтвердил статус лучшей ветеранской команды нашей страны в возрастной категории 35 лет и старше. Серебряные медали у коллектива из Мариуполя. Почетная бронза в активе футболистов из Умани. 26 июля стартовал очередной футбольный сезон во второй отечественной лиге. В первом туре на стадионе «Иван» одесский клуб «Риалфарма» принимал команду «Никополин ПГУ». После кубковой осечки в игре с «Херсонским кристаллом» фармацевты горели желанием реабилитироваться в глазах своих болельщиков, уже в дебюте встречи дав понять, что настроены весьма решительно. Фактически первый же удар в створ ворот команды из «Никополя» увенчался для хозяев поля успехом. Вобенцов исполнил фланговый навес со стандарта, а Малыш в одно касание головой переправил мяч ворота Игоря Гришина. 1-0. До перерыва подопечные Владислава Зубкова обязаны были забивать еще, но Михаил Шестаков не сумел реализовать выход один на один, а после удара Станислава Нурималыша голкипер Никополя выточил мяч из-под самой перекладины. Вплоть до 70-й минуты фармацевты продолжили транжирить свои голевые моменты. И только тогда, когда Никополь остался в меньшинстве, за вторую желтую карточку с поля был удален Иван Тюря, хозяева поля наконец сумели извлечь для себя дивиденды. На 73-й минуте быстро разыгранный стандарт привел к повторному взятию ворот команды гостей Станиславом Нурималышем. 2-0, пробившему поворотом в падении, находясь спиной. А спустя еще две минуты, вышедший на замену Андрей Лиховидов, зряще прострелил на дальнюю стойку, где Сухрабу Алиеву ничего не оставалось, как вонзить мяч в пустые ворота. 3-0. Одесский Риалфарма одерживает свою первую победу в стартовавшем сезоне. Знаете, не завжди кількість пропущених мячів відображает те, что есть на футбольном поле. И кто в этом как разумеется, ті могут сделать какие-то висновки. Взагалі, когда в предыдущей игре было выучение, и после рахунка 2-1, ну так сталося, что мы не реализовали какие-то моменты, я, знаете, не оракул, не факивец сказать, 90-100% моментов, но у нас были достаточно моменты в той игре. У нас та же самая ситуация и сегодня сложилась. Опять, после выдаления молодые гравцы не всегда умеют где-то впораться с эмоциями. Я не хочу каких-то моментов сказать про какие-то действия на поле. Я не хочу то сказать, что все, кто мает очи, увидит, все, кто мает в уши, почует. А то решта. Не хочу больше всего приводить ничего коментовать. Мы програли. Если команда нас обиграла, значит, она была сильнейшая. Меня порадовал только итоговый счет сегодня. Я даже близок к разочарованию игрой своей команды. Поверьте, я, в общем, команду немножко не узнаю. В каком смысле? Во всех компонентах игры я знаю, и мы можем играть лучше. Хочется сказать, ребята, мы наиграем эти все открывания, врывания. Так играйте. Играйте то, что мы знаем, то, что мы наиграем. И все и пойдет. То есть не мы тем-то катанием свой стиль, своя игра. Ну, то есть когда люди в завершающем моменте, где-то там, в каких-то промежуточных моментах, ну, где-то кто-то, все так, один, не так, но начинается диссонанс. И этот диссонанс виден невооруженным взглядом. Игры второго тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге запланированы на ближайший уикенд. Воскресенье, 2 августа, подопечные Владислава Зубкова сыграют в Черновцах против местной Буковины. Продолжение следует.